Вот тут и было как бы все нормально, не так. А там человек, видишь, между нами получается. Ничего страшного. Сейчас подождите. Всем привет. В России у нас пятница вечер, ну по крайней мере по воскресе. Мохито мой, подайте мне мохито. Пошу вас. Это мохито, да. Прошу вас, и почему алкоголик? Потому что тебе вот, знаешь, бывали такие случаи, как говорят, Мася, выпьешь, а ты говоришь, нет, я не буду. Бывало такое, но не хотелось мне. Часто? Не часто. Ну, дорогие мои, за встречу. Сегодня мы в Доминикане, ближайшие 17 дней мы должны быть здесь. На улице 32 градуса. Вода тоже примерно тридцатки. Великолепно. Сейчас мы переезжаем солнце, как раз с вами будем, и после этого пойдем к купашке. Вот. А потом? Как вам, кстати, музычка, по которой мы танцевали. Вот такая музыка везде в Доминикане. Представляете, насколько все это? А у нас же черный ворон. Нет, я очень люблю нашу страну, но при всем при этом, блин, конечно. Музыка очень сильно откладывает отпечаток на наше настроение. Да. Привет, Степой, Хорватия. Хорватия, привет, мои дорогие. Ола, ола. Да. Так, ну что, давайте, вы задавайте нам какие-нибудь интересные вопросы, и я буду рассказывать. Мы возобновили наш YouTube. На YouTube мы раньше пытались снимать какие-то пранки, что-нибудь там, кулинарку, еще что-то, спорт. Нафиг никому не интересно. Да. А сейчас начали просто болтать с вами так, как будто вот вы сидите напротив нас, как мы это делаем в прямом эфире, вообще ничего. Стало приходить. Да. И стало всем, кажется, очень интересно. И самое приятное, что рассказываем, какие мы на самом деле есть. Смотри, какие сердечки. Не за минутку, а в течение там 10-15 минут. Ой. А можно теперь вам рассказывать, что есть. Смотри. И следующий, мать, я пытаюсь донести, что ты понимаешь, что ты постоянно так делаешь. Веселые цветные сердечки, лопаем сердечки. Ну, пиздень, кончаюсь жрать сердечки. Я говорю о том, что я в прошлый раз рассказал о своих шести браках. Я рассказал о всем. И следующие две темы на повестке дня, это первая тема, о чем я сожалею в своей жизни и в моем детстве. Поэтому под последним роликом в инстаграме или вот здесь, сейчас пишите, что вы бы хотели услышать. Про детство или о том, о чем я сожалею. Вот такие вот дела. Давайте еще сердечки. Мать, давай мы сначала выпьем за пятницу, за вечер. Закрой рот. Мам, тебе сердечки ем. Мать, ну пожалуйста, будь серьезным человеком. Вот такое ощущение. Уговорите, почему я мать? Потому что это такой лупиздень, что просто адский ад. Я не лупиздень, мам. Ты только что засрала мою белую майку, испачкала шорты. Я бы испачкалась. Забыла карточку вообще. Неправда. Села за другой стол, говорит, Мать, у вас куда карточку стырил? Я говорю, Мася, карточка наша лежит на столе предыдущего. Она такая, ну иди возьми, а. На, Мася пьяна? Нет, Мася не пьяна. Костель с ромом. Да, именно так. Ваше здоровье, мои дорогие. На самом деле, здоровье это самая ценная вещь. И главное в своей жизни нужно найти своего лупизня. Саша, сожалеешь, что ты Зина? Нет. На самом деле, я могу деснать, что не успешу все-таки ролик о моментах, о которых я сожалею. Да? А у тебя есть моменты, о которых ты жалеешь? Наверное, что я раньше в твоей жизни не пришла. Нет, все приходит вовремя. Здесь стоит моменты. Смотрите-ка. Я хочу записать ролик только сегодня, я буду записывать один. Хорошо. Ну, я посижу, послушаю. Ты все время сидишь с таким. Знаете, вроде ничего не делаешь. И ты понимаешь, что... Ну, если мне смешно. Смотри, настольные игры вон. Какие? Покер? Нет. Так, начнем. Пенза, Москва. Привет. У меня выбранятся только те, что стоят на прочном. Мы в Доминикане. Здесь это сеть отелов Парселла Бауэра. У нас сейчас 14.37, кстати. Да. Разница во времени 7 часов. Да. А сколько дней приехали? Ну, приехали на 17 дней. Три недели много, две недели мы должны были ехать, но Мася там прямо на месте. Я развиваю еще на 3 дня. Ну, потому что, ну, слушайте, это нереально. Ты летишь так долго, 12 часов, у тебя двое суток вылетает в трубу. Сибирь, привет. Когда приезжаешь, когда уезжаешь. Поэтому, ну, это не серьезно. То есть хочется, что... Привет из Украины. Мира вам хорошего. Тем более мне разрешили. Спасибо. Очень много подписчиков здесь встретили с Украины. Много ребят встретили с Казани. Много ребят здесь встретили с Омска, с Тюмени, с Брянска. Так что это прикольно. Железнодорожный. Привет. Привет, мои дорогие. Мы недавно узнали об городе Железнодорожный. Оказалось, что очень тихий, интересный и мирный городок. Знаете? Ну, и мне понравилось. Там вкусно было. Да. Там очень вкусно. Прямо так от души. Очень хороший капотчик посидели, да. Еще болели за наших. Это было классно. Я вот именно там увидела впервые, как мужчина упал на колени, плакал и кричал в экран телевизора. Приятно, с Билиси вы когда в Грузию. Кстати, есть такие мысли. Есть мысли. Мы посмотрим. У нас просто наша подружка собирается поехать в Билиси. Но в этот момент будет интершарма. Мы там будем заняты, скорее всего. И поэтому еще непонятно, сможем мы с ней поехать или нет. Как только узнаем, сразу расскажем. Как вам отель? Мы сюда, когда пролетаем, показываем все. Мы, знаете, мы не ревизоры. Мы вот так вот не делаем. Мы показываем реально то, что есть. Но вот без каких-то купюр. Если все хорошо, показываем все хорошо. Но и плохого точно не ищем. Отличная территория. Белый пляж. Все прикольно. Нас пугали какими-то пластиковыми стаканчиками в море, водорослями и всего остального. Мы сегодня показывали все как есть. Мастер, ты довольна? Я? Ну, я уже сказала. Я три дня, у меня всегда адаптационный. Недовольна. Сколько стоил наш тур? У меня в подписке есть Игорь Хамин, продавец отдыха. Продавец отдыха. Игорь, спасибо. Он вам все и расскажет. Почему я не отвечаю на этот вопрос? Потому что конкретно сколько нам вышел, это, наверное, не этичный вопрос. А вот сколько вообще стоит, очень сильно разница, с каким оператором ты летешь, с кем ты полетел. Когда летишь? Насколько заранее ты купил? Насколько заранее ты купил? А в какой ты едешь номер? И разница могут быть два раза. Ну, вариантов-то очень много, конечно. От сезона зависит. Допустим, в декабре здесь, декабрь, январь, февраль, раза в три дороже выходит, чем вот так вот. Так, предлагаю голосование за то, чтобы Мася проголосовала, сколько у тебя было мужчин. Говорят, вы пьяные такие милые, мы, правда, не пьяные еще, вообще. Мы выпили один макита днем и один сейчас. Башкирия, привет, мы с парнем вас любим смотреть. Башкирия, привет, дорогие. Новороссийск, привет. Времени у нас уколо 3 часов дня. 14.39. 14.39, то есть минус 7 часов от Москвы. Та-дам! Хорошее настроение, отличное настроение, да. Это прикольно. Ну что, давайте какие-нибудь интересные вопросы. Кровати не сырые? Не. А вы видели нашу кровать? Я такую, на самом деле, вижу первый раз. Я никогда не видел такой первый раз. И четыре метра, вы представляете? И там, а не два матраса, там один матрас. И одно одеяло. Одно одеяло. Четыре метра. Одна простынь. То есть все на заказ сделано. Прям круто. Нам приятно. Волоколамск, Украина, привет. Что еще хорошего? Знаете, в Доминикане очень много чего похожего. И подписчики, и всего остального. Кто-то говорит, здесь вода непрозрачная, еще что-то. Да. В Таиланд приезжаешь, вода прозрачнейшая. Тоже как парное молоко. Но! Ты плаваешь, а там тебя жгут медузы. Ты не хочешь купаться. А здесь в Доминикане другая атмосфера. Да, может быть непрозрачная водичка. Да, может быть много водорослей. Но тем не менее, все прикольно. К сожалению, вспоминаешь о прошлых жёнах? А жёнах нет. Каждый из нас получил в своей жизни определенный опыт. И самое главное, что у всех все хорошо. Вот. А Маракузин, наверное, пробовали. А потом... Есть какие-то вещи, которые бы я в жизни не совершил. Из-за Трумения, Луна? У вас открывает таркодром? Да. Великолепный. Еще кондиционеры правильно направлены. С них не продувают. Да, кстати. Это очень круто. А то вечно меня продувают, а я потом с герпесом приезжаю. Акклиматизация? Я, слушайте, я ничего не верю. У меня нет акклиматизации. Еще, знаете, в этом-то и фишка, что мы когда с Масей рассказываем. Вот ты прилетаешь в Бали, просто два-три дня тебя кроет. А в Доминикане такого нет. В Доминикану проезжаешь прям очень охотно. Нет, здесь просто комфортный часовой пояс. То есть ты здесь отсыпаешься нормально. Ни в одном из браков детей нет, в этом плане я, ответственный, да. Зонтики, например, есть, чтобы спрятаться от солнца? Нету. Потом какать буду сердечками. Мам, посмотришь? Мать, мы о зонтиках. Я детям, а не о кахе. Здесь пальмы зато здесь стоят и очень комфортно, потому что я под пальмой. Вместе в ноябре будем уже четыре года. Это самый максимальный срок. Брайся для вам майкуны. Любим или животных? Любим, но не можем позволить себе их завести. А майкуны это который код? Да, такие, знаешь, 15-17 килограмм. Температура воздуха 32. Затмения наблюдать не будем. У нас, не знаю. Мы здесь с кем-то фотографируемся, с кем-то общаемся. Нас в отеле тоже хорошо встретили. Ребята нас здесь знают, смотрят. Многие не понимают, о чем мы говорим, но зато вместе с нами улыбаются. По-моему, прикольно. Вот. Чего у нас еще интересного? А я буду сейчас на YouTube записывать видео где-то буквально через час-полтора и постараемся его... А, твою же мать, у вас уже вечер поздний. И пока мы его перекинем... Завтра тогда выставим? Да, завтра. Ну посмотрим, должно быть интересно, да. Вася, где Альберт? Ну, подождите, у меня Альберт только вечерами выходит. Днем и завтра в 6 утра по местному времени планируем выйти на тренировку на пляж. В Домикану переехать мы думали когда-то. А сейчас мы что-то понимаем, что мы любим свою страну. Любим свою страну, своих друзей, своих родителей. Любим путешествовать, но уезжать из страны мы не хотим. Нет, прикольно, да, если есть возможность пожить там побольше, например, там. Вдруг захочешь там месяц, два, там, а потом обратно. Два много. Я могу сказать, что даже месяц много. На самом деле вот где-то через 23-24 дня ты вообще забываешь кто ты, что ты и начинаешь жить уже здесь. Но это, знаете, хорошо там, где нас нет. Ты когда приезжаешь в другую страну, и тебе кажется все мило, а вот ты попробуй поживи вот так вот. Ну да. Ты начнешь уставать от жары через 2-3 месяца, начнешь уставать от того, что есть нехватка общины. Здесь вот мы приезжаем, и многие наши русские увлекания говорят. Ну да, и опять же, опять же, отель и жить, это вообще разные вещи. Да, наши говорят, блин, вы вообще, блин, если бы не вы, нам здесь не с кем практически пообщаться. И вот такая тема очень не сильно есть. Даже если... Слушай, даже, извините, в России, в Москве порой тоже не с кем пообщаться. Как вы относитесь к психологам? Ну, психологи-психологам Рози. Да, верно. В основном психологи не очень это... Как 17 дней без сумасшедших рецепторов? У нас же есть магия маслечка. Magic Butter, Шпаков. Смотрите, в подписках у меня, соответственно, это наша страничка. Ей всего 3 недели. Уже очень много людей у нас там, кто подписан. И там все наши рецепты уже на 40%. Все то, что мы делали за последние 2 года. Как удачный эксперимент, так и неудачный. И даже самые смешные. И все есть там. Вот. Вы не работаете. Откуда деньги на отдых? Вы на меня посматриваете, что ли? То есть, или работает только тот человек, который с утра встал на работу, а вечером пришел? Я знаю многих людей, которые, как манагеры, еще что-нибудь, пришли на работу. Посидели, перекладывали бумажку, пасьянцы разложили, попереписывали с подружкой. Написали, положили по сайту, пошли домой. Это работа? Это работа. Тоже не работа. Мамка, сегодня пустишь массив отрыв? Я вообще стараюсь ее сильно не сдерживать, хотя все равно получается ее сдерживать так или иначе. Вот. А где наши друзья? Наши друзья сегодня с нашими другими друзьями. Мы по разным отелям просто. Да, по разным отелям. Мы сегодня здесь теснем. Ваши мышцы по поводу любовь живет 3 года. Слушайте, любовь живет пораньше даже меньше. Ну, я вижу... А я, например... Я вижу пары, которым 20-30 лет спустя и есть любовь. У них любовь, да. Так что здесь неоднозначный ответ. Нет такого чувства, они же всегда. Не знаю. Они просто совершенствуются. Ой, хорошо. Хорошего отдыха. Спасибо. Зайки, привет вам из Турции, Анталии. Очень вас любим. Спасибо, мои дорогие. В Турцию обязательно вернемся. Это будет сентябрь. Да, в сентябре планируем. В сентябре планируем на 5-7 дней билет нам приехать. Вот. Еще не знаем, куда. Кемер, берег, однозначно. Ну, посмотрим, да. Наверное, в Кемерах. Кемер тебе больше понравился. Ну, там, где Макс Райл первый надо было, да? Нет. А мы в велике были? А. Ну, там просто потеплее, да? Ну, короче, посмотрим. Там вот там. Можно ли бегать по мискалиозе? Смотреть, как бегать. Теоретически, да. Ну, милашки. Такие мы. Почтение, давай второй тост. Ты какая-то вялая. Положи трубку, но все равно сейчас у тебя не загрузится твой ролик. На. Скажи что-нибудь глупое. Мам, я тебе сказала, у меня, к сожалению, три дня таких. Таких? Надо скорее, чтобы эти три дня вот, ну, закончились. Мне грустно. Отлично, тост. Не торопите время. Потому что, когда наступит то, что вы ждали, вы не сможете этим насладиться, потому что вы будете ждать уже следующего момента. Люди так в погоне за мечтой, за завтрашним днем теряют день сегодняшний. Не умею его не ценить, не прочувствовать, не просмаковать. Поэтому выпьем за то, ай, кто-то меня кусает. Выпьем за то, чтобы ценить сегодняшний мир. Те, кто рядом сегодня с нами. Ценить дождик, ценить туман, ценить солнце. Ценить все, потому что наше настроение не зависит только от нас. Так что за нас, за вас и, как Мася говорит, за ВДВ. Ну, я не знаю, понимаешь, я ничего не могу с собой поделаться. У меня всегда так было. Смотрим на вас, получаем позитив, да. А она, знаете, я говорю, что не нравится? Ну, все нравится. Я даже плакала сегодня. Да. Шла по пляжу. Что не нравится? Номер нравится? Нравится? Нравится. Солнце нравится? Нравится. Вода нравится? Нравится. Чего я не так не знаю? Хрен его пойму. С вами бабами просто адский ад какой. Без вас никуда, но и с вами пипец. Не надо вот так про нас. Да ладно. Кстати, нашли здесь спортзал, посмотрели. Со спортзалом у нас не очень здесь, конечно, хорошо. Он фитнес. Очень много эллипсов, беговых великов, но практически нету тягощения никак. Краснодар, передайте привет с удовольствием. Думаю, с вами сейчас ноги пьют. Приотнесли вы. Надо еще две мохиты попросить. А вон девочка по тобой идет. Я не умею ни по-русски. Ну, не умею я. Хочете компанию возьму? Какую? Какая? Красненькая. Красненькая? А что там у нее? Забей, я сейчас приду. Давай, унылая моя какашка, поведи пока эфир. Я не унылая какашка. Ты унылая? Да, я унылая какашка. Мне сейчас грустно, тоскливо. Мне вообще все не нравится. Но ничего, вот я сейчас проплакал. Если мне вроде полегче стало, стало подотпускать. Вот сейчас пока такое ровное настроение, а хочется прям, ух. Рыбный ресторан? Ну, наверное, сходим. Просто я рыбу не очень люблю. Вот. Булочек вкусных не нашла. А как булочек я не поем с утра вкусных, вообще настроение не задается, понимаете? Вот я и вся разница. А все, я вам у тебя все-таки попросил. Она сейчас нам сделает смаракуйя один. А один еще что-нибудь, компания будет вкусненькая. Попросил у тебя не очень сладенькую, вот так вот. Мася редко ездил по курортам. Нет, почему не носим обручальные кольца? Ну, потому что они с бриллиантами, каждое кольцо дорого стоят. И не надо брать его с собой. Мы же еще похудели. То есть, считайте, Маська похудела там почти на 10 кг, а я почти на 15. Мы носим всегда. Как мы относимся к микроклизмам? Взяли с собой. А знаете почему? Потому что я ем овощи и фрукты, а Мася нет. Смена воды, смена еды. Клизма. И сразу все. Да. Еще и клизма у меня спает. Ой. Так, что еще? Мои любимки хорошего отдыха. У нас сегодня затмение. Блин, мой опыт мы здесь увидим. Кстати, вчера очень яркая была луна. А куда смотреть надо? На луну? Ну, она затмится, так что можно не смотреть. То есть, сегодня мы должны посмотреть на луну, ее не увидите. Все будут говорить, вау, ты видел затмение? Нет, а я надеюсь, что в тот момент, когда будет у нас здесь лунное затмение, у меня затмятся оки. Шпак маленькая пися. Артем, вы реально сейчас думаете, что я должен застесняться, или забояться, или что сделать? Вы в каком классе учетесь, Артем? Артем, а почему вас интересует пися другого мужчины, а? Нас это не беспокоит? Детельменский такой, между прочим, кодекс говорит, что парни не обсуждают писки других парней. А тем более не смотрят. А если ты смотришь, значит, что-то уже это надо думать. Смотреть на писки других парней, это, блин, еще хуже, чем смотреть на жопу другого парня. Луна красная будет. Я дальтон, так что она мне и так красновата. Ну ладно, я как бы, я посмотрю и буду тебя описывать. И начну ром пить, и буду тебе рассказывать правду. Ты можешь даже не смотреть на луну, ты просто можешь начать так пить ром, Вот. Так, ну чего еще хорошенького такого? Давайте, давайте что-нибудь интересное. Пожру сердечко. Ну ты реально похожа на имбецила, понимаешь? Почему сразу имбецил? Ну потому что. А почему нельзя делать то, что ты хочешь? Подожди, я вообще вышел в эфир, чтобы, знаешь, построиться перед YouTube-форматом, когда, знаешь, четко и сложно выразить свою мысль. У меня же, на самом деле, очень много... Знаешь, я заранее... Вот и нуди себе в YouTube. Нет, я речь заранее не продумываю, потому что, если я заранее продумываю, она получится не искренне. Ага. Ага. И все закусим сердечками. Аааа. Мам, ты что? Аааа. Я мяту высосал. Ааа, бывает. Вот. Так что вот так? Да. За любовь, в общем. Да. Любовь, что хорошая. Блин, я сейчас набухаюсь и не смогу говорить нормально. Да нормально ты сможешь говорить? Еще лучше речь пойдет. Это у тебя лучше речь идет, а у меня очень идет. А, понимаете, у меня с артикуляцией проблема. Абаканское пиво и смотрю, раз, прикольно. Зачем? Губы перешивали, но другая форма. Зубки видны, видите? Нет. А потом мы вот здесь все поменяем еще. Ну, просто. Ну, да. Так, вот прям такие вопросы. Самара, привет. Оставь. Оставь. Ну, ладно. Как будете праздновать 2 августа? У нашего друга Дениса 2 августа. День рождения. День рождения, ага. Сюда приехал наш друг Гриша Остапата. В общем, будет грандиозная вечеринка. Приехал еще наш хороший знакомый Ярик тоже. Соответственно, очень много ребят приехало. И, соответственно, 2 августа будет у нас кусок Дениса. Да. Новоалтайск. Привет. Это Сибирь. Привет, мои дорогие. Сашка теперь не вампир. Сашка теперь красавчик. Работаем над этим. Да. Привет. У нас сейчас начнется затмение. У всех затмение начнется, понимаешь? А у нас, может быть, тоже вот это... А, у нас солнце еще. Мы не увидим. Почему? Особо больно удалять? Не знаю. Ну, мне один удаляли восьмерку. Ну, так, нормально. Такие губы у Маши Малиновской. Ну, не знаю. Вопрос к Маше. Все хотят, чтобы я скорее стал Альбертом. Это те, кто нам зло называют. Ну, подождите. Дайте мне немножечко сейчас. Я говорю. Дайте мне... Саша, поцелуй Масю. Мам, я соскучилась. Ты видишь, какие-то нежные поцелуы. Мам, я соскучилась. А ты вся в Инстаграме сидишь. Я вот только плакала ему об этом. Я не только в Инстаграме. Ты в Ютубе. Я вообще чуть в Ютубе. Мне нужно на Саша Масю Лайв записать несколько сторисов. Мы были в Ереване? Для Магии Маслечко записать несколько вкусных сторисов. Записать сторисов на Саша Шпак Кофе Шоу. И нас поцелуйте. Давай всех поцелуем. Так. Вы удалили острые клыки? Удалил. Вот такие другие зубки. Вот. Кое-что еще буду доделывать с ними. Ну, собственно, это уже такая маленькая фишка, которую никто и не заметит, кроме меня. Чего еще, Масюня? Куча каких-то нам вопросов задавали. Я уже не получил. Понимаешь, у меня какая-то вот вся расслабленная, в релаксе такая. Да. У меня ни туда, ни сюда. Ну, хоть не в минус настроение. Уже лучше, понимаешь? Уже вот. Еще нам здесь ребята посоветовали очень много интересных вкусных. Сходите на бар с жабами. С жабами? У-у-у! У-у-у! Вкусно! У-у-у! Спасибо, мой любимый! У-у-у! У-у-у! У-у! У-у-у! У-у! У-у-у! Пасение. Привет. Никогда попробую. Мама, я хочу говорить. Буэна, очень вкусно. Буэна. 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 Не не сосётся. А так вкусно. Буэна. Ну не сосётся. Буэна. 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 А, опускать не надо. Надо сверху сосать. Буэна. Буэна. Болтает? Буэна. Я вам скажу, что это очень вкусно. С маракуйей вообще просто потрясающе. Буэна. 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 Бразиль здесь. Бразил. Бразил. Оля. А, вот это вот, знаешь, щищенковая. Вкусная вещь вот, да? Ммм. Да. Она с коньячком тебе понравится. Сашка круто разговаривает. Говорить это одно дело. Понимать труднее. Смотри, ты влюбишься. Не, не влюбиться. Не, не влюблюсь. Мася в глаз даст. Я тут его, знаете, контролирую. А то, что его не законтролируешь, он реально влюбится. Планируете ли в Казани? У нас очень много подписчиков в Казани. Мы встречаем казанцев. И в Риксусе встречали казанцев. Я вам хочу показать. И в Москве. Мы в Вен. Это Санта-Терра. Они не соленые, а это арахис. И вкусно. Обращать внимание, конечно, больше в России. Потому что больше всего нас знают в России. Но когда мы были в Буанчжоу, к нам подходили ребята с Ирака, с Ирана, с Саудовской Аравии. Когда мы в Таиланде. Ну, везде к нам подходят. Но все равно большая доля, 70% это, как правило, все-таки русские в других странах. Потому что русские сейчас везде. Я еще ни одной страны не видел. То есть ты идешь в Голландию, русские. Идешь в Германию, русские. Где бы ты ни был. Украину тоже пока не планируем. Всегда должна быть какая-то оказия. Да, мы все такие. А какие мы такие? Саша была жена из Доминиканы. Как раз об этом у меня последний ролик. Шесть жен Шпака на Ютубе. Посмотрите. Я его посмотрю уже более 100 тысяч человек за последние два дня. Это вкусно. Пятая супруга была из Доминиканы. После нее я понял, что, пожалуй, больше я не женюсь, буду жить один. Но лучше быть одному, чем быть с кем-то. Я думал, был такой, сука, мексиканский сериал, что я реально охренел. Да? Да. У меня... Год я прожил один, потом встретил вот этого маленького льняного лупизня. У меня лупизня называют. А я не такой. Не, она именно такой. У меня момент. Она реально со мной расслабилась и теперь, знаете, ведет себя только как хочет. Когда я говорю, что так нельзя, она говорит, вот ты себя веди как надо, а я буду вести себя как хочу. Да. Та или Доминикана, для нас Доминикана. Да, абсолютно. На 200 процентов. В Израиле почти все русские. Без прикола. Там вся часть света мне не нравится. Там разница во времени мне совершенно не подходит. Я еще там хожу сонная. Испанский не труднее, может быть, даже чем-то легче. Он гораздо более красивый. Он такой же красивый, как и русский. Ой, какая некрасивая. Как начинают... У нас же, смотрите, в русском есть бабушка, есть бабулечка. А в английском нет. Grandmother и все, да? А у них есть Abuela, тоже бабушка. Абулита, бабулечка. То есть у них здесь очень много чего интересного есть. И еще. У нас так английский пытались пихать с детства, что у многих антипатия еще со школы осталась. Да, и ты сразу его ненавидишь. А я учил язык без грамматики. Я учил просто слова. И в итоге... Сколько ты еще? Не знаю, нет веселок. Пока не знаем. Когда приедем, увидим, что и как. Мася самая лучшая жена? Да. А в Стамбуле мы были же, ребята. Как вы не заметили, были в Стамбуле. Мы как раз делали пересадку волос. Как это были? По приезду с Доминиканой покажу, что и как. Китайский чую это сложнее, бесспорно, да. Но китайский надо учить. Миллиард китайцев, весь бизнес в Китае, все деньги в Китае. И, соответственно, в будущем китайским пригодится. А английский и никакой другой язык они вообще не признают? Сиэтал, привет. Домой мы нескоро. Мы только прилетели. 16 дней на США. Вкусно, да? Вообще, мне вот это очень понравилось там. Маракуйя очень вкусно. Как сейчас у вас секс? Два-три раза в неделю, если вам прямо интересно. Боем мраков, смотрим лунное затмение. Неплохо. А Питеру не скучаем? В Питере друзья, в Питере родители. Когда приезжаем, с большой радостью что-то приезжаем. В Нижнем сейчас ночь, круто отдохните, это с удовольствием. Снимайте, пожалуйста, побольше видео. Мы стараемся. Мася Бухаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааак! Дайте мне чуть-чуть адаптации и всё. Ребята, сколько стоит путевка? Ну, у нас отдельное условие при путевке, так оно или иначе. Поэтому для того что я вам скажу цену, это ровно вообще для вас ничего не изменит. Подписка посмотрите. У меня Игорь Хамин, забейте удачные для вас даты. он подберет и номер и все остальное вы сможете узнать сколько чего будет стоить так пробовали ли мы куклы здесь не смог сошли махита коконат нет мы еще не пили кокосов я не знаю где найти кокосоведов мы здесь нету других отелях у нас были эти ребята которые зеленых одеждах занимается обустройством всей флора мася кризис мася не кризис сашка подзагорел на кто меня драй-драй с утра не помазал его хватает на два часа она бы потом еще раз домой вас приятно смотреть приятно беларусь привет там вовской фамилия путевки игорь хамин у меня подписках на самом деле всего 14 человек на которых я подписан игорь там есть там есть так что зайдите ко мне на страничку и соответственно игорь увидите он с удовольствием отвечает на все вопросы если не сразу то все равно в течение суток для 12 парень в этом плане а мне вот но часто пишут смотрел о том что почему мы так мало целуемся обнимаемся чешки но манка доцелуешься ты возбуждаешься я когда веду эфир не очень хочу возбуждаться как относится с коленом офигенно бросили а вообще не обещала мне бросить меня ты сама сказала что тебе трудно тренироваться у тебя дышка появилась мам ну так я знаю что это не бросила на пасе но на себя алкоголь здесь бесплатный вот чем мне еще нравится в этом плане доминикана собственно как и турция у тебя все включено то есть ты реально можешь собой денег взять только на чаевые там в общем то и все мелочь какую-то в доминикане отдыхаем только в пунта-кана хотя в общем то были везде то есть я живу в санта-доминго я живу и на карибах но собственно как правило только пунта-кана бахнем это тост это кстати тост не ланьте всех у кого налито поднято можно даже чай неважно пахнет друзья супер модный телефон захлевал кучу бабла чего ты чё он мутный и туму давай нашему так не шевелись это смертный что ли он расфокусировался вот так вот надо было так вот так сделать он просто понял что он сейчас тоже полетит оптенку у меня не скучно твое модифакт да не вы что как может быть скучно смазь это как может быть скучно ребята варнаул казань любой другой город до любой город для этого приехать надо зачем-то приехать путешествие по России очень дорого мы когда в прошлый раз поехали в Челябинск к друзьям ну и за три дня и стратили 140 тысяч перелет вышел 46 или 48 тысяч отель в котором жили кокосный ананас и есть в этом отеле еще 1040 вышел и еще поесть в ресторанах то есть собственно вот так вот ха 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 кому то нравится вот этот человек слушайте я сюда привыкла лично относиться к любому человеку поэтому каждый такой какой он есть давайте в Германию что вы Европу игнорируете как это извините у нас там Сашка даже живет Адонин Санька дорогой любимый в Германии у меня тоже вот и свои нелады я не очень люблю Францию я не очень люблю Германию потому что французы Европа как бы не очень принимает Европа настолько уже в демократии вы знаете что у него началась уже знаете какая-то непонятная анархия я этого не люблю если ты подписываешь не в том месте с тебя 500 евро штраф нам вчера сказали так что писайте в нужных местах бабки у нас не вылетает мы купили местные симки сделали безлимитный интернет и нам стоит обошлось 40 долларов на 15 дней кстати да потому что здесь в отеле интернет не очень хороший название отеля Барселла Бавара вы отдыхаете в четырем Саша Маша и Зина Альберт только в отеле не говорите не будем подождите пока подождите пока сейчас Альберт уже появляется появляется Альберт откуда ну смотри вот сейчас допьется второй коктейль и надо будет пойти покупаться да 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 потом номер сполоснулся слушайте погода вообще просто шикарнейшая серьезно оооооо здесь вообще всегда хорошо да всегда хорошо доминикана здесь всегда плюс 30 здесь всегда клево вода теплая Смотри, Лен, я проиграл отдыхать на Бобуа. Я сказал, давай до дна? Не, я не умею до дна пить. Вот честно вам скажу, это я не умею. Я люблю вот так вот смаковать, что-то пить, гонять туда-сюда. Надо будет приехать. Коктейль из рома, маракуйя, мята, льда. Это как мохито, только с маракуйей. И вышло круто. Очень вкусно. Ребята, не надо ждать Алиберто, потому что с Алиберто жить вне. Вам ржать, а жить вне. Я, собственно, это не очень люблю. Как научиться наслаждаться, как вы? Жить без оглядки, но только при этом не создавать никому зла. У нас, знаете, какой плюс? У нас в основном все люди, которые нас видят, даже те, кто нас не очень любят, они все равно от нас улыбаются. Кто-то говорит нам не очень хорошие вещи, наши фолловеры, люди, которые нас любят, говорят нам хорошие вещи. Но по сути своей мы живем в атмосфере добра. Наверное, это самое главное. Когда ты несешь добро, и оно приходит обратно, вот, наверное, в этом и есть гармония жизни. Собственно, это гармония, мастер. Давай. Чинь-чинь. Давай. Чинь-чинь. Бахнем. Все говорят, что ты при такой своей неоднозначной внешности очень раненый, нежный и трепетный. В отличие от меня. Это правда. А знаете, девчонки подходили к этому брутальному парню, который у меня на фотографии к выставил туда-сюда. Такие, о, какой мужчина. Мучача. Да, мучачий. Я не воспринимаю меня, знаете, только этого, как кормильца, который должен заработать бабок, трахать их, и который слух очень брутально. То есть, никто не хотел, знаешь, со мной посмотреть какую-нибудь мелодраму, никто не хотел послушать мои переживания. Я смотрю, не, переживания твои, они, ну, не понимаешь, они женские, как у климактерической женщины. И меня научилось их не слышать. Спасибо тебе. Вот. Где Гриша? Гриша где-то рядом. В другом отеле. Но, говорит, ему там не очень понравилось. Не понравилось, да? Да, помогает ему приехать в другой отель. А, да, да? Мы, в общем-то, предлагали ему этот отель, но... Да, мы говорили, давайте здесь. Надеюсь, здесь, ну, здесь нормально. Надеюсь, нам тоже нормально. На самом деле, в этом отеле у нас, ну, жили не одни наши друзья, и никто не жалует. Так. Ну, ребят, вам можно соскучиться? Вот это меня, в принципе, удивило очень в себе. Психология, философия ваша натуральная и живая. Вот такие хорошие, классные привет вам. А мне понравилось, что на YouTube многие, услышав меня, начали... Слышать. ...еще более тепло ко мне относиться. Да, это реально кайфово. Да, ну, я удивлён, что практически нету дизлайков, удивлён, что нету... Очень хорошие, да, комментарии все, вообще классные. Это круто, вот. Прям приятно, до глубины ночи. Волосы отросли, покажу, когда приеду. С моря уже. Мы специально сейчас всё отращиваем, да. Потому что донорская зона здесь уже так хорошо стала расти. Кстати, нормально всё действует, особенно, где я не стоила. Это очень клёво, я не слушаю никого. Вчера есть ваш полёт, по-моему, скучал. Да. Ну, у нас на автомате стояли видео, которые должны были грузиться на фитнес-массе и на бумаги-массочка. Какое время сейчас у нас, сейчас вам скажу. 15.07. Да. Сейчас ещё минут 10 с вами и войдём к купашке, да? Да, пойдём купаться. Да, уже как раз солнце не такое активное. Отель, да. Но, смотрите, стоимость отеля, я почему не отвечаю вам на вопрос, сколько стоит, очень сильно меняется. Декабрь, Неваль, февраль, всё дороже. От номера очень много зависит. Причём, не на Вильне, Вилла реально была дороговато. Слушайте, ну и на Вильне там надо самим готовить, самим убирать, как бы это всё, знаете, нет. Слушайте, Вилла будет у нас в рояле. Мы планируем это позже, как раз и бархатный сезон будет там. А здесь неплохо и так. Длинные волосы будут себе посмотреться. Длинные волосы нужно ухаживать, я не очень люблю это масло, но колесилось, и к Юрочку, и керачить с ней. Так, а нормально, зато, смотри, вот я сейчас покупалась, всё, засолилось у меня. Вечером только помоем голову. Саша, здорово, что откроешься, очень оценил. Да, я на самом деле оценил, что даже, знаете, в Инстаграме основная публика – это девчонки. А на Ютубе очень много также парней смотрят нас, и почему-то для них более такой Ютуб. То есть парни, они такие более в этом плане могут потратить время, послушать. И я рад, что меня стало слышно. Это реально круто. Отель, чуть больше 100 штук стоит больше. В Доминикану вообще дешево съездить не всегда выходит. Ну, тут нам уже девчонки, Марселла Павара пишут хорошо. Сколько раз в год ездить отдыхать, стараемся 5-6. Рязань, привет. Вы пупсики. Да, мы такие. Мы пупсоидные пупсики. Слышите, как отель, в общем, пока все нормально. Пока все нормально, мы с вами еще не все видели. Мы, вот знаете, мы только сейчас вот изучаем. Мы перед вами сейчас полтора часа просто ходили по отелю, рассмотрели, где, что, чего. Спортзал нашли, самое важное. Ищем все продукты, которые есть. То есть я себе выбрал брокколи, рис и курицу, из-за того, что мне нравится. А я рис, курочка и обожаемые мной. Я только здесь могу себе позволить кушать вот этот острый-острый перец, но он соленый. Но здесь соль как бы более-менее переживается. Отель в Турции нам понравился Макс Рояло. Это да. А в Лице-Сангии большая интересная тусовка. Ну, собственно, вот так вот. В Домникане в отелях правильная еда? Нет. Нет. Просто еда. Нет, здесь, знаешь, я не соглашусь. Правильную еду можно незде найти. Защитные крема пользуемся. Ну, на рецепте всегда пользуемся. Вот, но сегодня два раза. На самом деле, их наносить каждый 40 минут лень. Я наношу где-то раз в 2 часа. Информатчики нет. Мы стараемся много ходить. То есть, так же, как и по Москве, мы стараемся, чтобы в день было 8-10 километров. Да. Видео про спортивные пояса. Слушайте, у меня такое количество на фитнес-массе, поэтому вы зайдите на фитнес-массе и увидите. Буквально вчера я только ролик выставляла. Да. Ой, все хорошо вообще, да? Ага, офигенно. Как вам национальное блюдо? Какое? А как много? Они же на самом деле едят платанум, то есть бананы, которые пожарены. Что они пришли-то? Йоко. В общем-то так. Я, наверное, прослушиваю или не спрашиваю у вас, как вы долетели в видео по сториз, что с местами у вас продинамили. Претензию мы отправили в Амерс. Я надеюсь, что ребята разберутся и правильно на нее отреагируют. Мы заплатили 160 долларов сверху за места, аварийного выхода, чтобы полностью можно было раскинуть ноги, чтобы можно было вытянуть. А у меня еще шпинка побаливала, и мы специально за них заплатили. Знаете, что нам повезло, что он похудел? Если бы в прошлой местовой категории он бы вместо того просто не влез. Вот, собственно, вот так вот. Ну и вместо этого оказалась стенка, которая на рисунке, на картинке него. Картинка сфотографирована, видео из салона я тоже ее снял. Все пересунуло, как раз отправили все это Игорю Хамину. Он эту претензию уже пускай выставляет Анаксу. Я думаю, что Анакс вернет нам наше салон. Ты очень крутой. Да ладно. Да. А я пока вчера летала, летела, помнишь, мы смотрели, крутой, о, Керчак Норрис. Сколько нужно денег, чтобы отдохнуть? По-разному, если еще не дорогие отели. Ой, слушайте, я вам скажу так. Когда в мои прошлые годы, вот я жила одна, и у меня не было достаточно денег, мы отдыхали с подружкой в Греции. И мы всегда заранее-заранее покупали. И порой мы улетали на 15 дней. Это был отель «Двойка». И мы, знаешь, какая у нас цена была? Мы тогда на «Закинке» не отдыхали. Мы тогда заплатили 24 тысячи, по-моему. Бывает? Нет, за что это? Это с перелетом. И у нас было даже трехразовое питание. Мы на «Закинке» жили. Да. Да, это еще лучше отдыхать, чем жить, да, в России? Да. Серьезно. И с едой ровно так же. Когда вы заранее все планируете, можно найти, если вы не... Ничего вам аннекс не вернет. Просто другой борт. Подали они ни при чем. Значит, смотрите. Есть такой термин «введение в заблуждение» и подача недостоверной информации. На картинке зафиксированы аварийные места и двухметровое пространство свободное. Собственно, из чего я исхожу. Оплачиваю эти места для того, чтобы иметь комфортное для себя местоположение в самолете. Приходя туда, я вижу туалет вместо моих свободных «но». И, соответственно, получается, что я купил не ту услугу, за которую я оплатил. Дальше все в России решается в судебном или в досудебном порядке. Было написано, соответственно, заявление. Они это заявление просмотрят и на него отреагируют. Если же оно будет недоэлектворено, то есть когда тайство будет не принято, уже мой юрист туда, соответственно, напишет все это. Юрист, вы нашего видели. Милый, добрый парень, святенький из Белоруссии, Валера. Ну, и, соответственно, будет уже с Анна всем разговаривать на том языке, на котором разговаривают юристы. Вот и все. Ой, какую-то мне песню напомнил. Валера, Валера. Все вернут. На самом деле, компании в этом случае не идут на конфликт, потому что для них это тоже репутация. И когда они так возвращают, для них это наоборот. Я всегда, честно, на эту плане. Ты какую песню вспомнил? Прикинь. Снорел ваш отель супер. Да, на самом деле, и мы тоже когда убирали, не когда Игорь нам его рекламировал, но мы посмотрели, очень большое количество друзей наших здесь отдыхало, здесь кайфовало. В Дубае еще не были. Хотим. О, такая есть песня. Мама, я в Дубае. Мама, мама, я в Дубае. Все, алкоголь начал действовать. Ладно, дорогие мои, затмения у нас нету еще день. Три часа дня, 3.15, 3.20 сейчас. Дайте какую-нибудь обратную связь. Обратная связь. Адаптировались? Слушайте, еще нет. До дна все ходит пару дней, на самом деле все в порядке. Просто еще, знаете, к вечеру клонят в сон, с утра ты встаешь гораздо раньше, часов пять, собственно, вот так. Все, давайте всех обнимаем. Да, я уже вся вспотела. Мы пойдем купаться. Астана, привет. После этого пойдем записывать видео на Ютуб, не зная, ему надо транспортировать его в Россию, чтобы Лешка выставил. И, соответственно, Конечно, тяжко очень с этим, с интернетом. Вид ролик уже, наверное, завтра выставим. Да, Дальц? Ну. Альберт, просыпайся. Альберт, спит крепким сном. Да ты колдуешь, что ли? Да. При вопросе 0 ответа, я бы сказал, примерно 700 вопросов и примерно порядка 50 ответов. Так что вполне неплохо. Все. Всем до встречи. Все. Давайте купим. И пока-пока. Па-пау.